Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на один из самых прекрасных пляжей острова Самуи. У него названий несколько. Тонгт-Океан, Фильвер-Бич или Кристал-Бейт. Мой капитан, где без тебя горизонт? Я выбираю, не ждать, пока солнце взойдет, а ставить следы, жумы, пустоты на берегу, и пусть их найдет кто-то. Сегодня у нас пасмурная погода, поэтому водичка не бирюзовая. Протяженность пляжа 300 метров. Кроме пальм, можно заметить красивые лиственные деревья. Говорят, что пляж напоминает Сейшела. Но так как мы там не были, я сказать по этому поводу ничего не могу. А как думаете вы? Если подняться по лесенке, мы попадаем в Кристал-Бейт, резорт и ресторан. Здесь есть бассейн. И давайте посмотрим на меню. Меню у нас на английском языке. Пицца, например, 220. Биг, смол, пицца. Там гамбургеры, сэндвичи, салат, например, супы и тайское меню. Отличная цена. Чтобы быть неголословной, я хочу посмотреть, сколько стоит здесь аренда... О, room for rent, короче. Аренда жилья. Я попросила девушку показать нам комнату, но дело в том, что зимой одна может быть цена, летом совершенно другая. Сейчас я снимаю в октябре 2018 года. Посмотрим, какую комнату она нам покажет и сколько она будет стоить. Паспорта с визами. Это правда, чисто, честно. Такое бывает нечасто. И мы летим на юг к своему счастью. Оставайся на мне на месте. Меняйся, как захочешь. Я жду тебя прямо здесь. Очень срочно. Вот такая комната. Небольшая. Здесь я вот встала в углу. Кровать, конечно, big size. Телевизор, малюсенький холодильник, колонки, ванная. Нет света сейчас, но нам он особо и не нужен, а так все видно. Отлично. Значит, тропический дождь. И великолепный балкон с отличным видом. Значит, лежаки 2, зонтик, сушилка для одежды. Балкон здесь на порядок больше, чем самая комната, конечно. Это что? Исполнение типа лавочка, что ли? Около валуна Олег с Эриком. Ресторан. Все отлично видно. Красота, правда? Давайте узнаем, сколько стоят эти хоромы. Я вернулась в этот город вновь, где читал рассказы мне перед сном, где от руки взлетали ста истихов про любовь. Оставила она меня в этом номере. Мы сейчас узнаем, сколько он стоит. Значит, на этом сайте можно посмотреть в то время, когда вам нужно. Так, раздача. Ресторан. Какая красота. Друзья, она сказала, что это не самый дешевый номер. То есть, возможно, найти что-нибудь и подешевле. Например, здесь или еще где-нибудь. А мы летать не боимся. Мы словно дикие птицы. Попробуй остановить нас. Свет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини. Под песни синий ини. Она так чувствует себя богиней. Если вы купаетесь на этом пляже, конечно, можете принять, например, вот здесь душ. Или сходить на массаж. Такой прайс. Давайте посмотрим, как вам будет его приблизительно делать, в каких условиях. Выглядит это примерно вот так. И поговорим о пляже. Он действительно красивый. Расположен в лагуне между Ломайей и Чевенгом. Находится он в уединенной бухте, что создает впечатление полной оторванности от суеты этого мира. С кольцевой дороги есть указатель на этот пляж. Часто пишут, что здесь очень много отливов. Очень часто они бывают. Но сегодня нам наоборот повезло, и мы видим прилив. Обычно, видите, вот тот валун. Его практически полностью видно. Так что сегодня нам повезло, и здесь довольно-таки глубоко. Но когда здесь мелко, в основном все купаются в левой части пляжа. Потому что с правой стороны осколки кораллов, водоросли и ил. Очень такой большой плюс. Можно понырять с маской и увидеть рыбок. Сегодня мы посмотрим с вами и их. Я удивлена, сколько раз мы здесь были. Я всегда видела, что всегда плавали с левой части этого пляжа. Но с правой людей никогда не было. Сегодня же наоборот. Вот там вот смотровая площадка. И больше, мне кажется, это пляж для фотосессий обычно. Сегодня какой-то нонсенс, если честно. Что так много людей, и так глубоко я удивлена. Часто я видела отзывы в интернете, что людям не нравится. Что он такой маленький, всего 300 метров. И плавать в принципе можно только на 150 из них. Здесь есть каяки. Стоят они 200 бат в час. Очень много тени от деревьев. Обратите внимание. Лежаков здесь нету. Люди прямо отдыхают на песочке. А песок отличный. Вы посмотрите. Он прямо как мука. Отличные кулички, например, для моего ребенка. Это огромный плюс. Потому что на Чавенге невозможно их сделать. Или там на Толингане тоже. На тех пляжах, в которых мы обычно бывали, кулички не получаются. Здесь же они идеальные. Ну, например, сегодня, видите, немножко неубрано. Ресторан и кафе мы с вами посмотрели. Недвижимости здесь много. Для аренды. Здесь вот такие, например, домики. Возможно, они дешевле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Практически по всей территории можно увидеть рыбок. Вы слышите это? Это пение птиц и больше ничего. Ни дороги. Ни какого-то шума. Отлично. Да, гулять здесь одно удовольствие. Ну, вот смотрите, сейчас октябрь, а людей много. Очень много. Какого дома для аренды? Опа, 1200. Я могу видеть домик. Спасибо. Спасибо. Окей. Видите, нам с вами бонусно прям повезло. Я нашла и этот ресепшен. Мы можем с вами увидеть эти домики. 1200 бат, там 2500. Причем не самый дешевый. Возможно, конечно, дешевле, но посмотрим, послушаем. Мне так интересно. Какой услужливый человек. Он мне так нравится, если честно. Так, сетка. Кровать. Стол. Он качается, нет? Нет, не качается. Так, телевизор. Малюсенький холодильник. Чайник. Назовем это шкафом. Ну, назовем, да? И ванная комната. Максимально просто. Делайте сами выводы, нравится вам или нет. Ну, за 1200 бат. Как-то так. Итак, Тонкт-Океан официальное название пляжа. Высота 132,2 метра. Протяженность 300 метров. Ширина 10-25 метров. В разных частях разные. На этом пляже можно поплавать с маской и трубкой и увидеть рыбок. Для этого не нужно плыть на другие острова. Это место самодостаточно. То есть можно провести весь отпуск, не покидая его. Для этого есть вся инфраструктура. Отели, рестораны, навесы для массажа в нескольких метрах от моря. Ночная жизнь отсутствует. Если вам захочется развлечься, то при отеле Silver Beach Resort есть прокат мотобайков, машин и турагентства. А значит, вы можете либо самостоятельно исследовать остров, либо заказать экскурсию по самым интересным достопримечательностям. До главных тусовок на пляже Чевенг ехать всего 10 минут. Там же есть крупные магазины, торгующие продуктами и промтоварами. Кольцевая дорога рядом, так что при желании можно ехать на тук-туке. Средняя стоимость проезда 50 бат. Днем их можно увидеть часто. Шоссе с побережья не видно и никакого шума не слышно. От этого пляжа можно за 10 минут доехать до популярной достопримечательности Хинта и Хиньйай – камни бабушка и дедушка. Еще ближе до главной смотровой площадки рядом с Чевенгом. Это место рекомендуем любителям полудикого отдыха. Поскольку пляж Сильвер – это место для релакса, плавания и принятия солнечных ванн, массажа под шум волн и романтически настроенных людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, что это такое Я не знаю Может быть, это пикбочка маленькая Я не знаю, Эрик Но больше на улитку похоже, да? Да Да В морских жителях мы не разбираемся Может, вы поможете И скажете, кто это тут такие? Пожалуйста Идем Идем Субтитры сделал DimaTorzok Идем